Яхтинг закупил специальное оборудование для выпуска одноразовых трехслойных медицинских масок. В условиях пандемии это позволит сохранить экономику региона и не допустить ее падения, отметил временно исполняющий обязанности главы республики Олег Николаев. Новая технологическая линия по пошиву медицинских масок, потребность времени, производство уже налажено. Этот инвестиционный проект обошелся в 40 миллионов рублей. Процесс автоматизирован. Это позволяет выпускать до 3,5 миллионов медицинских масок в месяц. А это значит, дефицита масок в республике теперь не будет. Большие объемы напрямую повлияют и на цены. На сегодняшний день рынок насытился. И очевидно, что новые такие производства, помимо насыщения рынка, позволяют еще и добиваться совершенно иных ценовых категорий. То есть, с одной стороны, это совершенно иное качество продукции, чем ручную шитью. С другой стороны, это, конечно же, совершенно иная цена, которая более приемлема для потребителя. Поэтому, несомненно, такого рода предприятие всецело будет находиться под вниманием государства и будет получать необходимую поддержку и помощь для того, чтобы реализовать свои инвестиционные проекты и создавать новые рабочие места. На выходе каждую маску проверяют на качество. Трехслойными одноразовыми масками прежде всего обеспечат все организации в республике. А уж потом можно будет подумать и о вывозе продукции за пределы региона. Мы купили эту установку по производству масок принципиально, чтобы освободить швей от этого титанического труда. Чтобы нормализовать рынок труда швей, по которым сегодня в России большой дефицит. Наши маски выполняются из спанбонда с материалом Манбаум. Там идет СМС, С, три слоя, то есть большая защита, 92% защиты от вирусов. Кстати, на предприятии выпускают и специальные ботинки с антимикробным покрытием, что очень важно для медработников. Эта модель всегда была востребована среди потребителей Казахстан, Белоруссия, Египет, Норвегия и другие страны. На предприятии с соблюдением всех противоэпидемиологических норм сейчас трудятся 284 человека.